Привет, меня зовут Виталий Вереск и сегодня у нас обзор вот такой вот сумочки от компании Штурмер. На вид это простая барсетка, но все намного интереснее. Это барсетка, трансформирующаяся в рюкзак. И сейчас мы вам все подробно расскажем. В сложенном виде сумка крепится на пояс. Закрепляется она с помощью вот такой вот стропы. У нас есть фастекс, чтобы быстро ее раскрыть. И, соответственно говоря, регулировки. И резиночка для того, чтобы ненужные концы у нас не болтались. Настраивается просто с помощью двухщелевки внутри самого фастекса с двух сторон, как с одной, так и с другой. Настраивайте его под свой размер и уже дальше оперируйте как хотите. Сумка имеет два кармана. Лицевой и основной побольше. А вот задний карман отвечает за извлечение рюкзака. В лицевой карман мы можем убрать какие-либо документы. Например, военный билет. Отлично помещается, не занимает места, не выпирает, не мешает. Что же касается основного кармана. В него можно поместить вещи побольше. Например, телефон. Вещь не слишком большая, но тем не менее. Поместили, еще куча места у нас для других вещей. А вот это у нас как раз и занимает рюкзак. То есть, вот эта выпирающаяся часть это ткань для рюкзака. Переходим к самому интересному. К заднему карману, в котором и спрятан рюкзак. Открываете. И извлекаете рюкзак. Маленькая, но очень крутая фишка. Те вещи, которые вы убрали в сумку, не нужно вынимать. Потому что барсетка остается внутри рюкзака после того, как вы его расправили. И, допустим, ваши документы, ваши мелкие вещи и телефон спрятаны теперь во внутреннем отделении. Очень удобно и практично. Сам рюкзак максимально простой. Он имеет одно отделение, кроме двух отделений, которые есть в барсетке. Как я уже сказал, они находятся вот здесь. В сам рюкзак можно поместить вещи примерно вот такого размера. У меня здесь обвязка и спусковые. Рюкзак имеет одну молнию. И вот примерно так выглядит в загруженном состоянии. Простые лямки имеют, на удивление, 3D-сетку для хоть какой-нибудь вентиляции. Рюкзак легко настраивается по длине. Просто утягиваете стропу. И на стропе есть вот такие петельки под палец для более удобного ношения, если вам нравится носить и держать его таким образом. Рюкзак не имеет центральной стяжки. Однако, если она вам нужна, вы можете перевязать стропы, которые остались после регулировки. Для чего может понадобиться такая сумка-рюкзак? Например, вы занимаетесь спортом. Велосипед, ролики, мотоцикл, еще что-то. Либо просто идете пешком. У вас на поясе висит маленькая барсеточка. В ней вы несете ключи, документы, денежки, еще что-нибудь. Она не занимает места и не мешает. И вдруг стало жарко. Вы хотите раздеться. Вы снимаете куртку, но куда ее убрать? Вот именно для этого и нужен такой рюкзак. Вы тут же трансформировали вашу барсетку в рюкзак, убрали в него куртку и дальше идете налегке. Не нужно ничего завязывать на поясе, не нужно думать, куда убрать лишние вещи. Все просто и удобно. Подобных ситуаций можно смоделировать очень много. Например, вы пришли в одно место, чем-то закупились, нужно что-то убрать. Либо вы вышли погулять, на обратном пути заскочили в магазин, нужно куда-то убрать продукты. Таких ситуаций может быть просто миллион. Данная сумка подходит как для военного, так и для гражданского использования. Ее внешний вид и исполнение позволяют использовать ее для совершенно различных ситуаций. Что касается складывания в исходное состояние, это очень просто. И сейчас мы вам покажем. Естественно, сначала нужно вынуть вещи из рюкзака, иначе ничего не сложится. Не нужно никаких особых манипуляций, чтобы засунуть рюкзак обратно в сумку. Можно делать это аккуратно, можно просто скомкать. Мы покажем более-менее аккуратно. Складываем края, потом закручиваем в трубочку. Все манипуляции занимают меньше минуты. Тем самым не нужно никаких сложных действий, не нужно ничего тренироваться, учить или еще что-то подобное. Просто скомкали, закрутили, закрыли молнию, и сумка снова маленькая и компактная. Стоит добавить, что материал сумки достаточно водонепроницаем. Конечно, если вы будете ее топить, она намокнет. Но вот от небольшого дождя материал отлично защитит вещи, которые находятся внутри. Еще одним плюсом сумки является ее цена. Стоит она очень недорого. Ссылку на сумку вы найдете в описании к видео, и там же можете ознакомиться с ценой и дополнительным описанием. На этом, собственно, все. Где-то вот здесь подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, что вы думаете об этой сумке. Пока!